Сегодняшняя лекция называется «Комбинатурные игры и сюрреальные числа конвей». Это наша жизнь в играх, и в некотором смысле, ведь мотив сегодняшней лекции, то, что все математические объекты – это игры. При помощи игр можно, на самом деле, все описать. Но это такая цель амбициозная, то есть это скорее тема целой книжки или целого спецкурса, а сейчас мы ее некоторые базовые еще изучим. И первое, что я вам расскажу, это всякие игры с камнями. Бывает, что их часто изучают. Кто знает, что по играм не? А, не знаете. Ну, отлично, вот ее мы и изучим. Но сначала давайте рассмотрим совсем простые игры. По крайней мере, первая часть лекции будет посвящена тому, что называется «равноценные игры». Это означает, что есть некоторая позиция, есть два игрока, ровно два игрока, и у каждого из них одно и то же множество ходов. То есть, например, «жах» – это неравноценная игра, потому что там один игрок двигает белая фигура, а другой игрок двигает черная фигура. А вот если бы оба игрока могли двигать эти и другие фигуры, то это была «равноценная игра». «Игра» означает, что у каждого игрока одни и те же варианты ходов. В одной позиции у каждого игрока одни и те же варианты ходов. Ну и давайте, наверное, самую простую игру из возможных разберем. Значит, игра с камнями, и у каждого игрока имеется одна куча из-за камней. Это одна куча из-за камней. И, соответственно, два игрока, и каждый по очереди забирает либо один, либо два камня, в исключении. Два игрока, и по очереди забирают один или два камня. Соответственно, проигрывает тот, кто не может сделать ход. То есть выигрывает тот, кто взял последние камни. Или последний камень. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Выигрывает, со смысл, кто сделал последний ход. Так, ну что, в этой игре, наверное, много, кто знает, кто выигрывает при правильной игре, как нам доиграть. Да, кто знает, может им с места сказать. Ну, скажите, кто любит. Давайте расскажите. Это зависит от остатка количества камней по модулю 3. Если n делится на 3, то после того, кто выигрывает второе, он добирает до 3 камней каждый раз. А если не делается, то первым действием он отбирает камни так, чтобы делилось на 3, а потом дополняет до того, чтобы делилось. Да, совершенно верно. Если n делится на 3, то тогда выигрывает второй. Зеркалит ходы первого. То есть, если первый забирает один камень, то второй забирает два камня. Соответственно, то, что осталось, снова делится на 3. Если первый забирает два камня, то второй забирает один камень. То, что осталось, делится на 3. И так, получается, что средство камней уменьшается, и рано или поздно уменьшится до нуля. Ну а поскольку именно но делится натрия, то ноль останется после входа второго, то есть второй выигрывает. Соответственно, если не делится натрия, тогда выигрывает первый тем, что он забирает гепатитами два камня, чтобы то, что осталось, делилось с натрием. И после этого в новой игре он становится вторым. То есть после того, как первый сделал вход, он стал вторым. А то, что второй выигрывает, когда делится натрия, вы уже знаете. Хорошо, значит, в общем, вот такая вот костинка игра. Так, ну ладно, значит. Если один, два или три камня, тогда какой условий выигрыш? Да, то есть чуть-чуть поменяли правила игры, теперь каждый раз можете забирать один, два или три камня. Ну не совсем. Ну такая остатка деления на 4. Да, остатка деления на 4. Значит, если один на 4, тогда второй, если один на 4, тогда первый. Ну ладно, давайте. Значит, если два нельзя забирать, а только один или три камня. То же самое, только уже четкость. Просто четкость. Ну да. Здесь получается, что просто восстанавливается четкость. Значит, здесь нам четкость помогает. Да, это еще получилось. Значит, если надеться на руку, то второй. Причем, видите, даже вообще не важно как играть. Да, не важно играть, просто четкость меняется после каждого хода. Так, ну ладно. А если два или три камня? Здесь первое, что нужно заметить, что тут не работает, в принципе, что выигрывает тот, кто взял последний камень. Потому что если остался один камень, то тот, кому достался, тоже проиграл. Потому что если остался один камень, то нельзя взять ни два камня, ни три камня. Ну, ясно, по крайней мере, что если N делится на пять, то это выигрышная ситуация для второго, потому что точно так же нужно делать. А вот с другими не очень ясно. Ну вот здесь уже, можно, конечно, пытаться что-то сообразить, но проще уже применить общий метод. Значит, общий метод такой, что мы размещаем выигрышные и проигрышные позиции. Соответственно, выигрышная позиция, это из которой либо нельзя сделать ход, либо можно сделать ход только выигрышные. Но это, на самом деле, первый частный случай в втором. Значит, проигрышная позиция означает, что есть ходы, только выигрышные. А выигрышная – это позиция, из которой есть хотя бы один ход в проигрышную. Тогда получается, что если игроки играют правильно, и игрок находится в выигрышной позиции, то он сходит именно вот в эту одну проигрышную позицию. Да, это его выигрышный ход. Может быть, несколько выигрышных ходов, но, по крайней мере, один есть. А если любой ход ведет в выигрышную позицию для другого игрока, ну, значит, хорошего хода нет, и все ходы проигрышные. И здесь еще важно, что игра не может продолжаться бесконечно долго. То есть, все время куча уменьшается, 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 и рано или поздно она дойдет до нуля. Ну, или в данном случае до единицы. Поэтому здесь можно, начиная с маленьких значений n, вычислять выигрышные и проигрышные позиции. Давайте до первых десяти посмотрим, дальше, наверное, будет уже угадываться с экономичностью. Естественно, 0 и 1 поигрышу, потому что там ходов вообще нет. Соответственно, двойка выигрышная, потому что можно пойти в ноль. Из тройки целых два поигрышных хода, вот сюда и вот сюда. Из четверки тоже есть выигрышный ход, потому что можно вот сюда в единицу перейти. Соответственно, пятерка проигрышная, потому что из нее может только в тройку и в тройку. Шестерка тоже. Да, шестерка проигрышная, потому что может это в четверку и в тройку. Дальше семерка снова выигрыш, то что нужно сюда. Шестерка выигрышная, десятка снова проигрышная. Ну и, наверное, уже понятна закономерность. Да, здесь действительно дело в остатке на 5, но уже чуть-чуть хитрее. Что не только остаток 0, но и остаток 1 выигрышный до второго. А остатки 2, 3, 4 выигрышны до первого. То есть, если сравнимо с другим единицей, поможет ли 5, то тогда выигрывает второе. А если это сравнимо с другим тройкой и четверкой, поможет ли 5, тогда выигрывает первое. Ну ладно. Теперь давайте пока вот на таких играх отвлечемся, мы к ним еще вернемся. А давайте я пока поставлю вопрос, к которому мы вернемся. Значит, вопрос такой. Значит, другая игра. Пусть есть две кучи. И, например, из первой можно забирать либо 1, либо 2 камня, а из второй либо 2, либо 3. То есть, нужно каждый раз выбрать одну из куч. Если игрок выбрал первую кучу, то он либо 1, либо 2 камня забирает. А если вторую кучу, то либо 2, либо 3 камня. Вот. Как тогда это делать? Пусть есть две кучи. Соответственно, из первой набрать 1 или 2 камня, а из второй 2 или 3. Соответственно, каждый раз нужно выбрать одну из куч. И, кроме того, выбрать сколько камни вы берете. Но из первой можно брать только 1 или 2, а из второй только 2 или 3. Тут, конечно, тоже можно вот... Уже надо будет такую квадратную табличку нарисовать. И там тоже будет закономерность. Вот. Но мы скоро выясним, что на самом деле не обязательно каждый раз рисовать новую табличку. А можно из некоторых данных из каждой из этих игр получить результат для всей такой составной игры. Вот. Ну а как именно, сейчас постепенно будем выяснить. В общем, вопрос, что тогда. Что тогда, то есть как выяснять, кто выиграет. Может быть, какие-нибудь вопросы по предыдущему? Да. Кто, например, проигрывает тот, кто не мог сделать так? Да, 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 да. Это во всех таких играх. Вообще, что такое равноценная игра, в общем случае, что есть какое-то множество позиций. Может быть, даже бесконечное. И там есть стрелочки, с какой позиции можно прийти в какую-то другую. И вот по этим стрелочкам не может быть циклов и не может быть бесконечных цепочек. То есть всего бесконечное число точек может быть, но не может быть цепочек, которые в бесконечность уходят. То есть любая игра заветно заканчивается. Ну а после этого просто двое по очереди двигают фишку по этим стрелкам. И если кто-то оказался, кому-то досталась фишка в точке, откуда нет стрелки, то он проиграл. Да, еще вопросы? Я хотел бы спросить, там же получается, уже я получил, то есть рассчитывая за выигрыш или проигрыш, когда... Проигрыш будет, когда ни в одной ключе нельзя сделать фото. Да, то есть, может быть, первый ключ еще закончился, а второй игра продолжается. Это нормально. А вот если ни там, ни там уже нельзя сделать фото, тогда это проигрыш. Спасибо.